В настоящее время для основной части трезвомыслящего населения страны очевидна тупиковость и нежизнеспособность псевдолибералистического пути развития нашей страны. Политика псевдолибералов потерпела полный крах. Российская экономика потеряла за 90-е больше, чем в годы Второй мировой войны и продолжает упускать возможности на стабильное и успешное существование. Проведенный 20 и 21 марта Московский экономический форум стал долгожданным и жизненно необходимым мероприятием, выступившим консолидирующей площадкой, на которой представители различных взглядов и течений открыто огласили свою позицию о неприемлемости сложившейся ситуации и необходимости скорейших конструктивных трансформаций в политической, экономической и социальной жизни Российской Федерации. Результаты форума не заставят себя ждать. Как заявил президент Промышленного Союза «Новое Содружество» Константин Анатольевич Бабкин, внятная стратегия страны будет сформулирована на форуме и предъявлена правительству, и в первую очередь народу, обществу. В деятельности форума на секции номер 7 «Сельское хозяйство России. Дорожная карта развитие» принял активное участие и ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Алексеевич Ефимов с глубоким фундаментальным докладом «Методологические аспекты разумной аграрной политики», в котором затрагивались вопросы о несостоятельности современной модели экономики, порочности судного процента, необходимости четкой, взвешенной, социально ориентированной промышленной политики государства. Виктор Алексеевич Ефимов с начала 90-х годов является общественным деятелем в области новых моделей жизнеуклада в сфере экономики, социологии, философии. Его лекции, доклады и семинары широко распространены в сети интернет и пользуются большой популярностью среди широких слоев населения, начиная от обывателей и заканчивая бизнес-структурами и научными кругами. Такова реакция общества. А как реагирует правительство? 25 марта 2013 года указом номер 286 президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за вклад в социально-экономическое развитие и многолетнюю добросовестную работу Виктор Алексеевич награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Комментарии излишни. На Московском экономическом форуме удалось сделать принципиальные оглашения о необходимости формирования новых подходов к управлению экономикой и социумом. Значимость форума в международном представительстве, в емких авторитетных заявлениях. Но прийти к единому знаменателю, выработать общий концепт не получилось. Впереди предстоит серьезная совместная работа науки, бизнеса, гражданского общества, государства в целом.